Уроки истории, семьи, волонтерства и даже специальные олимпийские уроки. Многоликая 1 сентября в нашей видеохронике. Куда пропали электронные проездные? Почему новых транспортных карт не хватило на всех? И с какими проблемами столкнулись наши соседи при введении новых правил проезда в общественном транспорте? Актуальная тема недели в нашем экономическом обзоре. Некрошки угля, десятки миллионов рублей долгов, аварийные котлы и собственники, которые прячутся от СМИ за спинами подчиненных. Особые случаи в Кирсе расследовали наши корреспонденты. Семь дней из жизни Кировской области, факты, персоны, цифры. Здравствуйте, это программа Вести события недели. Начало нового учебного года, главное событие этой недели. Несмотря на то, что 1 сентября в этом году пришлось на субботу, праздничные линейки прошли во всех школах. О День знаний во многих учебных заведениях был посвящен истории и в том числе 200-летию Отечественной войны 1812 года. Также 1 сентября в школах прошли уроки семьи и семейных ценностей, добровольчества и даже специальные олимпийские уроки. Напомним, что в этом году для учеников начальной школы введен новый предмет – основы религиозных культур и светской этики. Как в целом прошел День знаний в нашем кратком видеообзоре. За 40 лет здесь выпустилось очень много значимых, ставших значимыми, солидными людьми, творящими на благо и рабочую на благо нашей вятской земли, выпускников из этих стен. От имени полномочных представителей Президента Российской Федерации, Привозовского федерального опыта Михаила Викторовича Бабича, себя лично позвольте вас поздравить с этим праздником, с Днем знаний, с Новым учебным годом. Хотелось бы пожелать вам приумножайте и берегите традиции, которые имеются в этом УЗИ. Среди многих воскресеньев и особо дней в году есть обычный день осенний в славном праздничном ряду. По одной простой примете узнаем мы этот день по идущим школу детям, городов и деревень. И пускай немало славных, разных дней в календаре, он один, он самый-самый, самый первый в сентябре. Первый сентября для меня праздник заключается в том, что мы готовы к началу учебного года, как голова города. Все школы, и мы радуемся, что все вот без каких-либо проблем и первоклассники, и старшеклассники сегодня начнут учиться. Первый сентября это действительно День знаний, День знаний, который позволяет всем найти себя потом в следующей жизни. Я сегодня смотрел о наших первоклассах, конечно, они еще не знают тех сложностей и трудностей, но они сегодня просто счастливы. Пусть этот день запомнится им надолго. Открыть торжественную линейку, посвященную Дню знаний, которая знаменует начало юбилейного учебного года. Первый раз не сжигая, давай браться, доцени. Ждут нас всех Олимпиады и победы на фирмах. Знаем, путь наш будет труден, но разднем пообещать. Что учиться в пепле будем, лишь навек, навек, навек. Я предлагаю вам немножко разогреться, похлопать, потопать, умаслить учителей, чтобы они к вам относились лояльно и сделали из вас личности, которые, закончив школу, на самом деле имеют возможность поступить в любой российский ВОЗ, сделать выбор, который хотят, и вы будете подготовлены на уровне. Успехов вам! КОНЕЦ А накануне Дня знаний в Департаменте образования отчитывались о готовности школ к началу нового учебного года. Только четыре из них в этом году не примут учеников. В Советский, Пижанском, Нагорском и Богородском районах продолжаются капитальные ремонты. В целом же кировских школьников и педагогов после 1 сентября ждет много нового. Информацию обобщила Анастасия Каминская. На 29 августа 600 школ приняты органами Госпошнадзора и Роспотребнадзора. Только в четырех школах не закончен капитальный ремонт. Школа номер один в Советске – Пижанская, Нагорская и Богородская школы. До 1 октября, пока продолжаются ремонтные работы, их ученики будут учиться в других помещениях. Всего в области сегодня 565 общеобразовательных школ. Из них 78% – это школы малочисленные и малокомплектные. В таких школах большая редкость, если в одной параллели есть сразу два класса. Задача системы образования – чтобы дети сельских школ заканчивали более крупные учебные заведения. Особенностью этого учебного года будет то, что мы продолжаем снова расширять количество детей в начальной школе, которые будут заниматься по новым федеральным стандартам. И вот мы уже выходим на такую цифру – 27 тысяч учащихся первых, вторых и часть третьих классов. Кроме того, в школах вводится новый учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». В течение прошедшего года родители выбрали один из шести модулей курса. В этом году большинство школьников будут изучать «Основы светской этики» свыше 60%, почти 28% – «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур» – 9,5%. Остальные 1,5% четвероклассников остановили свой выбор на основах «Исламской», «Буддийской» и «Иудейской культур». В этом году будет вестись активная работа по проектам «Комплексная реализация общего образования». 652 миллиона рублей было выделено на эту программу. Всего же в рамках проекта «Образование» было получено более 2 миллиардов федеральных и региональных средств. Мы направили эти средства на повышение заработной платы учителей. Помните, в рамках национального проекта стали получать доплату в тысячу рублей все классные руководители, а в рамках комплексного проекта «Модернизации» повышается зарплата всех учителей. И сегодня, ну не сегодня, точнее, на 1 июля этого года средняя заработная плата учителей в Кировской области составила 14 126 рублей. К концу этого года сумма вырастет на 600 рублей. Это почти в два раза больше того, что было на начало прошлого учебного года. Кроме того, значительные средства направляются на оснащение школы современным оборудованием. Это современные кабинеты биологии, химии и физики, компьютерные классы, медицинское оборудование, учебная литература, пополнение школьных библиотек. 47 школ получат современное оборудование для школьных столовых на сумму 73 миллиона рублей. Мы закупили школьные автобусы, 34 школьных автобуса, отдали школам и ряду других образовательных учреждений. Сегодня очень активно мы продолжаем работать по информатизации, закупается оборудование. Мы договорились с Ростелекомом о том, что в области начнется активно увеличиваться скорость интернета. 22 общеобразовательные школы в этом году будут участвовать в дистанционной программе обучения. Задача департамента – постепенно малокомплектные сельские школы втягивать в процесс дистанционного образования. Продолжится и финансирование проведения капитальных ремонтов учреждений, в том числе мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности, так как на сегодняшний день во всех школах установлена пожарная сигнализация, работает система оповещения о пожаре. Продолжается работа и по установлению в школах систем видеонаблюдений и ограждений по периметру школьных территорий. Анастасия Каминская, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область. Новые электронные проездные по-прежнему вызывают множество вопросов у кировчан. В начале недели в пунктах выдачи карт наблюдался ажиотаж и очереди. К пятнице общегражданских проездных в продаже не оказалось вовсе. Не хватило новых транспортных карт и льготникам. Тем, кто не успел приобрести проездной с 1 сентября, пришлось бы ездить за полную стоимость. Власти региона приняли решение продлить для льготников в действии старых правил проезда. С учетом того, что у нас присутствуют два фактора, которые мы не можем отрицать. То есть, первое, это субъективность, что люди очень часто откладывают все на последний момент, имеют приобретение электронной карты. И второе, все-таки наслоился летний период, когда многие жители города Кирова, входящие в льготную категорию граждан, находятся за пределами, то есть, либо на садах, дачах. И, соответственно, приезжая сюда, для них становится это определенной новостью, несмотря на ту разъяснительную работу, которую мы уже достаточно давно проводим. Поэтому было принято решение на месяц сделать переходный период. Необходимо также отметить, что возможность приобретения разового льготного билета за 8,50 будет предоставлена на месяц всем, без исключения категориям льготников. Льготникам предоставляется возможность ездить либо по электронной карте, также за 8,50, либо ездить разово, но тоже по 8,50, но уже как бы за наличный расчет. Для того, чтобы совместно просуществовали два вида платежа, и все люди спокойно привыкли, увидели, что зла никакого в этих электронных картах нет, это достаточно удобно и просто. С 1 октября весь льготный проезд будет только по электронным картам. К концу недели у кировчан все-таки оставалось много вопросов по поводу новых проездных, и власти города провели прямую линию. Самая актуальная проблема оставалась прежней, где можно приобрести транспортную карту. К 30 августа электронных проездных не оказалось в наличии ни в Сбербанке, ни в Хлыновбанке, ни в киосках Роспечати. Сегодня очередная партия карт выходит из Москвы, завтра уже будет в городе, это уже третья партия. Определенный ажиотажный спрос есть, поэтому я еще раз повторяю, вчера мужчина пришел и взял 35 карт одновременно. Зачем они, я не знаю, но тем не менее факт остается фактом. Не надо их набирать впрок, не надо их, соответственно, брать, ну я не знаю, для коллекции, тем не менее, вот такой факт был. Добавим, что кировщане уже предложили городским властям усовершенствовать новую систему, выпустить в обращение карты для тех, кто не каждый день ездит на работу. В администрации города обещали подумать над этим предложением. С 1 сентября новые системы оплаты проезда в общественном транспорте были введены и в других регионах ПФО. В частности, в Нижегородской области стоимость единого социального проездного билета, который датируется из бюджета, повысилась с 200 до 300 рублей. Для льготников был установлен лимит на пользование билетом – 39 поездок в месяц. А вот введение электронных проездных в Нижнем пока только в проекте. С какими трудностями столкнулись наши соседи при введении новшеств, расскажут корреспонденты ГТРК Поволжье. У киоска по продаже проездных очередь еще до открытия. Накал страстей в ней вовсе не из-за того, кто за кем занимал. Обсуждается одна единственная тема – ограничение числа поездок с бесконечного до 39. Значит, в личных бюджетах появится новая статья расходов. Мы не будем завтракать, не будем обедать. Но доплатим. А куда нам деваться? Куда нам деваться? Пенсия-то какая у нас? Заплатив 300 рублей, льготники получают проездной и книжечку с разноцветными листочками. Забытое на много лет слово «талоны» вновь в ходу. 36, 37, 38, 39. Но этого мало. Субсидия осталась прежней – 200 рублей. 100 нужно доплатить самим. По словам транспортников, число поездок рассчитывали аналитики. По этим расчетам, именно столько средний льготник пользуется общественным транспортом. Правда, среднего льготника в очереди за проездными встретить не получилось. У опрошенных поездок несколько раз больше. Туда-сюда вот уже две поездки. Пересел четыре поездки. Пересел еще где-то восемь поездок. Насколько это хватит? Мне еще надо ездить в больницу. У меня вот эта нога болит. Я каждый раз уколы езжу. К изменениям готовятся и кондукторы. Работы у них теперь станет на порядок больше. Пенсионеры заходят. Их много бывает. В огороды ездит очень много. Вот 14 километров большие сады. Например, вот как я со своей точки зрения. Я не успею вот это все сделать. Понимаете, у меня могут люди проехать с эти талоны, мне не отдать. Лимит поездок не нижегородская. Новация сходной ситуации была в Казани. Там лимит после недовольства населения отменили практически сразу. А в Новосибирске ограничения ввели в начале 2011-го. Всего льготникам полагалось 30 поездок в месяц. Почти год думали, как решить проблемную ситуацию. В итоге у льготников появилось право выбора. Можно заплатить фиксированную сумму. В январе 2012-го это было 150 рублей. И получить безлимитный проезд по электронной социальной карте. Либо вариант для тех, кто много не ездит. За эти же деньги получить право на 30 поездок, которые не имеют срока давности. Каких-либо альтернатив у нижегородских льготников нет. Электронные социальные карты пока дело будущего. Хотя, как и обещают чиновники недалекого. Я рассчитываю, что до конца года мы ее ведем. И тогда система, вот необходимость вот этих отрывных талончиков, она отпадет. По крайней мере в городе. Мы будем пользоваться электронным билетом. Будем ее активно внедрять. Но это непростая работа. Она уже ведется. Как ожидается, электронные карты помогут точно подсчитать, сколько и кому поездок нужно. Впрочем, о том, можно ли нижегородским льготникам после этого рассчитывать на возвращение безлимитного проезда, сказать сложно. Александр Двуреченский, Майя Оленова, Кирилл Соловьев и Николай Саватеев. Вести при Волжье. Еще одна актуальная тема недели также была связана с работой общественного транспорта. Кировские автоперевозчики оказались недовольны услугами системы ГЛОНАСС. Точнее, высокими тарифами на услуги Центральной диспетчерской службы, с которой заключены договоры у большинства транспортных предприятий Кирова. На сегодняшний день контроль за передвижением транспорта с помощью спутника – насущная необходимость. Благодаря ГЛОНАСС общественный транспорт стал более дисциплинированным и экономичным. Но экономия от чего-то не получилась экономной. Кировская ЦДС оказалась фактически монополистом на рынке пока столь специфических услуг. За интересы автоперевозчиков заступились депутаты областного ЗАГСобрания. Они провели круглый стол по этой проблеме. Перевозчики рассказывали мнение о том, что сегодня на рынке присутствуют эти услуги, могут быть адаптированы по более низким ценам. Присутствовавшие на нашем зазидании круглого стола представители так называемых свободных операторов говорили о том, что они готовы оказывать услуги из расчета 350-500 рублей. Основная дискуссия развернулась о том, что необходимо услугу, связанную по сбору информации о транспортном средстве, соблюдение графика движения и так далее, целесообразно было бы вывести на так называемый свободный рынок. По словам депутатов, свободные операторы готовы предоставлять свои услуги по существенно меньшей цене, что, кстати, может сказаться на удешевлении общей стоимости проезда в общественном транспорте. При этом функция по контролю за деятельностью автоперевозчиков и за ситуацией в целом останется за центральной диспетчерской службой. Сегодня деятельность центральной диспетчерской службы не должным образом финансируется, и поэтому вот одно из предложений со стороны автоперевозчиков и других участников рынка звучало о необходимости обратиться в муниципальное образование город Киров, когда будет формироваться бюджет на 2013 год, предусмотреть в полном объяве финансирование центральной диспетчерской службы. В эфире итоговая программа «Вести Кировской области. События недели». Смотрите во второй части выпуска. Некрошки угля, десятки миллионов рублей долгов, аварийные котлы и собственники, которые прячутся от СМИ за спинами подчиненных. Особый случай в Кирсе расследовали наши корреспонденты. Как искусство Вятки и Польши объединил один художник с итальянскими корнями? Эксклюзив недели с Робертом Ливандовским, основателем музея Эльвира Андреоли в Польше. В эфире итоговая программа «Вести Кировской области. События недели» мы продолжаем. Некрошки угля, десятки миллионов рублей долгов, аварийные котлы и собственники, которые прячутся от СМИ и представителей власти за спинами подчиненных. Кирсинская ТЭЦ на этой неделе была признана областной прокуратурой, не готовой к началу отопительного сезона. За ситуацией внимательно следят и руководство района, и в правительстве области. Самые последние новости из Кирса в специальном репортаже Ивана Швецова. Режим угрозы ЧАЭС в Кирсе, который был введен в прошлом месяце, продолжает действовать и сейчас. Только вероятность того, что угроза перерастет в реальную социальную катастрофу, с каждым днем становится все ощутимее. Глава Верхникамского района вместе с главой Кирса и руководителем администрации района решили лично прийти на ТЭЦ и проверить объект на предмет готовности к началу отопительного сезона. Зрелище оказалось сильное. Запазов угля нет, это видно невооруженным глазом. Вместо него иногда подвозят опил. Котлы не готовы, во-первых. Они в стадии как бы ремонта, но они не выдержат нагрузки в зимнее время. Ревизии многие не проведены соответствующие. И электрооборудование не в удовлетворительном даже состоянии. Как я знаю, по трубинному участку там в аварийном ситуации находятся. О техническом состоянии ТЭЦ можно судить и по внешнему виду труб, до сих пор не отремонтированному участку транспортера и котлам. Но внимательно изучить обстановку на предприятии у руководства района времени не было. Неожиданно возникла преграда в виде главного инженера. По подготовке котлов муниципальных что можете прояснить? Это я ничего не вам объяснять не буду. Почему? Потому что вы стоите на чужой территории. Вы зашли без разрешения отсюда. А еще отсюда надо? Особо опасный объект. Опасный объект производственный. Здесь только заходить через согласование. Подожди, когда был взрыв топливоподачи, никаких согласований не было. Мы вон с Валерием Сергеевичем носили уголь в бедры. Да, это ваше оборудование. Я согласен с ним полностью. Но для того, чтобы зайти в здание ТЭЦ, которое принадлежит мне вам, необходимы какие-то документы. Какие документы? Ты меня знаешь, я глава района. Какие документы? Я представляю... Послушайте... Да я узелись. Я бог. Давайте так будем. Нет, послушай внимательно. Я представляю муниципальный район без предоставления каких-либо документов и без доверенности. По законодательству. Тогда прошу выйти у вас. Покинуть помещение. Несмотря на то, что наша съемочная группа освещает ситуацию на Кирсинской ТЭЦ уже второй раз в этом году, руководители предприятия так ни разу и не пожелали с нами встретиться. Отдуваться за своих директоров перед СМИ всякий раз приходится персоналу, от которого, по большому счету, ничего не зависит. Заключенные договора на поставку угля собственники в администрацию города и района не предоставляют. Кроме этого, имеет вопрос еще и то, что тариф защищается на уголь, как топливо основное для Кирсинской ТЭЦ. И люди платят, понятно, согласно тарифу, за услуги по сжиганию угля. А собственники занимаются чем? То есть топят опилом, извлекая сверхприбыль. Напомним, что весной этого года на транспортере, который подает уголь в котлы, произошел взрыв. Причина его в том, что собственники топят не чистым углем, а экономят, смешивают уголь с опилом. Деревянная стружка не прогорает в огне до конца, и ее тлеющие остатки с конвекционными потоками воздуха залетают обратно в жерло транспортера, где угольная пыль может взорваться. Верить на слово руководству Кирсинской ТЭЦ уже давно не хотят ни продавцы угля, ни руководители района, ни горожане. На сегодняшний день у собственников только одних долгов более чем на 80 миллионов рублей. Взять на себя роль чудесного спасителя ТЭЦ и вытянуть предприятие из пучины и долгов может Верхнекамская топливно-энергетическая компания, дочка одного из крупных казахстанских угледобывающих холдингов. Наша компания поставляет практически 4,5 миллиона тонн угля на территорию России. Это Ревчинская, Свердлов Энерго, Курган Энерго. Сегодня заключены контракты на 800 тысяч с Омск Энерго. То есть мы довольно-таки крупная компания, и те объемы, порядка 30 тысяч тонн, которые сегодня необходимы для прохождения отопительного сезона, для нас это не проблема. Но дело постоянно тормозится нынешними собственниками, которые подают встречные иски, опротестовывают решение суда, пытаются раздробить бизнес так, чтобы он принадлежал сразу нескольким организациям. Формальные юридические процедуры позволяют затянуть процесс перехода ТЭЦ к новому собственнику на долгие месяцы. Ситуация на Ревчинской ТЭЦ еще очень далека от своего конечного разрешения. С одной стороны, собственник общества с ограниченной ответственностью автотех изо всех сил пытается сохранить контроль над предприятием, и это несмотря на свои многомиллионные долги. С другой стороны, холдинг «Промуголь-2010», который, в принципе, готов приступить к началу отопительного сезона, не может это сделать из-за того, что ООО «Автотех» затягивает процесс передачи имущества, который находится в залоге у Сбербанка Российской Федерации. А тем временем, до начала первых холодов в Верхнекамском районе остается менее двух недель. Иван Швецов, Руслан Быкасов. Вести. Кировская область. И еще раз повторим, что накануне начала отопительного сезона органы прокуратуры внимательно отслеживают ситуацию в ЖКХ и еще нескольких районов области. Проблемная ситуация наблюдается в Котельническом, Зуевском, Пижанском, Советском и Шабалинском районах. Еще один тревожный адрес – поселок Гирсово Юрьянского района. Там, по данным прокуратуры, не была проведена диагностика котлов в местной котельной. В общей сложности выявлено более 200 нарушений. 14 должностных лиц уже привлечены к административной ответственности. Строительство наплавного моста в Кирово-Чепецке почти завершено. Он соединит город и его заречную часть, в частности, микрорайон Коринторф. Но прежде чем завершить строительство и принять путепровод, на неделю его испытали на прочность. За происходящим следила Вергина Батьвасян. Испытание моста на прочность грузовым транспортом – обязательная процедура перед водом объекта в эксплуатацию. Всю ее фиксирует геодезическая съемка продольных и оперечных профилей, проезжей части моста и специальные датчики. Устанавливаем прогибомеры. В каждом пролете всего тут три пролета по 12 метров. Устанавливаем один прогибомер на крайнюю балку и на вторую крайнюю балку еще один прогибомер. Кроме прочего, устанавливаем тензодатчики, которые будут показывать напряжение, возникающееся в балках. Тензодатчики ставим на низу плиты проезжей части и в нижней части ребра балки. Роман Рагулин – один из тех водителей, чья машина будет испытывать эстакадную часть переправы. Обывателю со стороны кажется, что шоферам поставили сложную, в чем-то даже экстремальную задачу – не просто проехать по мосту груженным, но и заехать за крайние ограждения, чего при повседневной эксплуатации быть не может. Необходимую даже сверхнагрузку обеспечили два груженных КАМАЗа, по 22 тонны каждый, при том, что пропускная способность моста – 40 тонн. Машины выезжают и становятся рядом, хотя мост рассчитан на одну полосу движения. Хруст деревянных балок, выполняющих роль ограждения, слышится сразу, но процедура впечатляет неискушенного зрителя. А установленные специальные датчики для замеров параметров конструкции при подвижной нагрузке показали, что мост хорошо справляется с большим тоннажем. Экспертам понадобится несколько недель, чтобы сделать официальное заключение. Если оно будет положительным, то строители продолжат работы по наведению на плавного моста. Испытание на прочность может и удовлетворило собравшихся, но говорить о том, что на плавной мост не вызывает никаких сомнений, сказать нельзя. В первую очередь, из-за того, что явно видна недоработка – высота эстакадной части, которая затрудняет движение маломерных судов. Кроме того, заказчика – это администрация города Кирово-Чепецка, хочет увидеть, как разбираются на плавные понтоны, которые предстоит распускать при каждом паводке. Надеюсь, покажут, как его разводить, как все делать, чтобы было потом понятно и эксплуатирующая организация, которая будет эксплуатировать, как все это делать, чтобы ни у кого не возникало вопросов. Дело новое, это всегда такое бывает. Тем временем, до сдачи на плавного моста остается ровно месяц. 30 дней у фирмы-подрядчика на то, чтобы развеять все сомнения заказчика, завершить строительство и дать гарантию того, что этот мост отвечает всем требованиям безопасности. Вергина Мативосян, Игорь Охотников, Вести, Кировская область. Искусство Вятки и Польши объединил художник с итальянскими корнями. Об Эльвира Михале Андриоли написаны книги, сняты фильмы. Один из них под названием «Сыльный номер 54-71». Был снят творческой группой ГТРК «Вятка». Но сегодня, к сожалению, только небольшому кругу кировских искусствоведов и ученых известно имя художника. На неделе в Кирове побывали представители польского музея Андриоли и, возможно, в ближайшее время культурные связи Кирова и Польши станут насыщеннее и крепче. Анастасия Каминская расскажет подробнее. Эльвир Андриоли. Польский художник, живописец и график. Яркий представитель романтизма. Работал в Литве, Польше, Франции. Участвовал в польском восстании 1863 года, за что и был сослан в Вятку. Тогда расписал кафедральный собор, написал несколько портретов, давал частные уроки. Он пребывал здесь в годах 1868 до 1871 года. Потом уехал из Вятки. Но в 1872 году он приехал здесь снова. Мне интересовалось, что такого стало, что Андриоли приехал снова в Вятку. А причина проста. Вернулся он из-за заказов. Местная знать была заинтересована в Андриоли как в великолепном портретисте, а русская православная церковь сделала заказ на росписи храмов. Так появились росписи церкви в Слободском и Кукарке. Сегодня наследие Андриоли разбросано по музеям области. Самая большая, конечно же, в музее имени братьев Воснецовых. Ирония судьбы. Картины мастера хранит музей имени его учеников. Виктор Михайлович к тому времени уже как бы состоявшийся художник. Искал для своего брата, учителя, кто бы мог давать какие-то основы рисунка, наверное, уже живописи. И выбор пал на Эльвира Андриоли, на ссыльного поляка, который к этому времени уже закончил Академию художеств в Петербурге. Роберт Ливандовский начал изучать биографию Андриоли 10 лет назад. На сегодняшний день он основатель музея и фонда имени художника, автор книг и проектов. Самый масштабный из них – празднование 170-й годовщины со дня рождения Андриоли. Меня интересовала Андриоли, потому что я занимаюсь как хобби древнюю архитектуру в моем городе. Это название этой архитектуры Швидермайя. Швидермайя – название архитектурного стиля. Произошел он от названия реки Швидер, на берегу которой Андриоли в 80-х годах 19 века построил прекрасные образцы деревянных домов. После Андриоли у этого стиля нашлось много последователей. Заинтересовавшись архитектурой, Роберт Ливандовский не мог обойти стороной творчества художника. Так в географии путешествий этой семьи появилась Вятка. Переговоры с Кировым ведутся с прошлого года. Тогда был и первый визит Роберта и его сына Габриэля Навятку. Эти поездки помогли мне узнать поближе Россию, ее традицию, культуру, узнать побольше о творчестве Андриоли, так как это увлечение моего отца. Здесь я понял, что Россия несколько другая, нежели ее показывают в наших масс-медиа. Год спустя с ответным визитом на родине художника побывал директор выставочного зала Кировского музея имени братьев Иснецовых Сергей Пчелинцев. Мы посетили могилу Андриоли, побывали в его галерее, в его парке. То есть имя это для поляков как бы почитаемо, по крайней мере в той местности, где он жил. Планов сейчас у обеих сторон много, один из которых провести Дни Андриоли и на Вятке, и в Польше одновременно. Анастасия Каминская, Игорь Охотников, Вести Кировская область. И по традиции о погоде, по прогнозам синоптиков, в Кировской области начинается бабье лето. Приятные перемены мы увидим и почувствуем уже в воскресенье. Хотя ветер будет по-прежнему холодным, северным, температура воздуха начнет немного повышаться. И самое главное, прекратятся дожди. Ночью в городе и по области переменная облачность, температура воздуха в Кирове плюс 2, плюс 4, по области 0, плюс 5, местами заморозки. Днем в городе и по области также без осадков, температура воздуха в Кирове плюс 14, плюс 16, по области плюс 12, плюс 17. Относительная влажность около 50%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. На этом все. Спасибо, что были с нами. Увидимся, как обычно, через 7 дней. Всего доброго. До свидания. Ночью в Кирове плюс 5, плюс 7, днем плюс 10, плюс 12. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность слабая, геомагнитное поле спокойное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин